Волжский проспект одна из самых значимых улиц Самары. Она расположилась вдоль Самарской набережной, визитной карточки города. Эту улицу на участке длиной 2,5 километра от Вилоновской до Осипенко комплексно отремонтировали в течение двух лет. Качество работ, которые завершили в этом году, проверяют специалисты МБУ Дорожное хозяйство совместно с представителями городской общественной палаты. Мы высказываем мнение от лица общественной палаты, которая представляет интересных горожан. Те замечания, которые не в рамках документации, а с точки зрения понимания граждан, как вроде должен быть ремонт. На улице в рамках комплексных работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» полностью заменили асфальтовое покрытие, отремонтировали тротуары, восстановили газоны, нанесли разметку, установили опоры освещения, новые дорожные знаки и пешеходные ограждения для безопасного движения. Для маломобильных граждан и родителей с колясками сделали пандусы у пешеходных переходов, обустроили несколько дополнительных парковочных карманов по просьбам жителей города и остановочный карман для общественного транспорта у склона площади Славы. Это стало удобнее, потому что автобус, заезжая в карман, оставляет полосу свободной для движения. Для автомобилистов это удобно, конечно. Работы в основном выполняли ночью, чтобы не создавать помех для движения транспорта. На каждом этапе, от фрезерования старого асфальта до последнего благоустройства улицы, выполнение работ проходило под контролем МБУ «Дорожное хозяйство». На протяжении двух лет в круглосуточном режиме осуществлялись работы по контролю за ходом ведения работы. Это и отбор асфальтобетонных смесей с завода для контроля качества и соответствия условиям национального проекта и условиям муниципального контракта. Если в ходе проверки будут выявлены замечания, то в рамках гарантийных обязательств подрядчик обязан их устранить. Если повреждения дорожного покрытия или тротуара будут вызваны повреждением на сетях коммуникаций, то их восстанавливать будут специалисты, ответственных за сети ресурсоснабжающих организаций. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.